здравствуйте вы смотрите программу неделя спорта очередной специальный выпуск посвященный кубку конфедерации фифа который проходит нашей стране в студии со мной как обычно александр дегтярёв основатель и автор проекта фанка саш тебе большой привет привет ну что ж обсудим сегодня групповой этап кубка конфедерации и получается дадим прогнозы на плей-офф итак перед тем как мы начнем давайте посмотрим какие получились у нас турнирные таблицы на групповом этапе первое место в группе а сборной португалии второе место сборная мексики у нее 7 очков португалии тоже 7 очков но тут играет разница мячей на третьем месте сборной россии на четвертом новая зеландия в группе b первое место занимает германия у нее 7 очков на втором месте сборная чили с пятью очками в активе третье место сборной австралии и на четвертом месте сборная камеруна таким образом в плей-офф у нас выходит португалия и чили они будут играть 28 июня в казани и на стадионе фиш 29 июня будет играть сборная мексики против сборной германии ну что ж вот такие расклады давай тогда по третьему туру и так первый матч это сейчас точно скажу какой мы первый матч что вы будем обозревать это давай мы обозревать будем мексико россия а ей с самого тяжелого 1 до самого тяжелого начнем это самый нелюбимый мной счет в футболе начнем с этого терпеть не могу когда команда ведет 1-0 и потом проигрывает 21 это как по мне немножко несправедливо но все закономерно все как я говорил я даже точно счет не знаю мне звонил друг спрашивал какой будет точный счет ласка оставь на победу но все действия первый момент спинальти может быть да стоило посмотреть видео повтор а дальше уже каких-то особых моментов не возникало до было удаление у жиркова но там по все вполне закономерно надо отдать должное юрий он отлично играл в этом матче вот прям вернулся во времена до челси вот евро 2008 и к сожалению схлопотал красную горточку но это показатель того что он он был очень настроен даже я бы сказал перенастроен на этот он был настроен вот бухаров где гулял ну может быть это его уровень просто человек который за за время чемпионата в российской футбольной премьер-лиге не забивает и пяти мячей о чем можно говорить на международной арене я абсолютно не понимаю для чего он в сборной да конечно смолову нужен второй форвард стол так называемый который может брать верховые мячи потому что смолов мало выигрывает верховые единоборства есть канунников который по крайней мере себя лучше проявил в этом никакущим в этом сезоне рубине и бухаров который в более-менее хорошем ростове никак себя абсолютно не зарекомендовал как игрока сборной россии для меня этот выбор абсолютно не очевиден хорошо ты говоришь то что в пару с молову нужен какой-то нападающий стоит ли брать ему в пару тех персонажей которые выложили веселый пост инстаграме вы сейчас увидите друзья это артем дзюба александр кокорин стоит ли кого-то из них брать потому что но насчет артема дзюба можно сказать то что его можно взять насчет мисс москва 2016 2015 я не помню александр кокорин я абсолютно против того чтобы он играл за сборную россии невозможно вот так вот сказать я за или я против все будет зависеть от того какой сезон они покажут в ближайшем будущем то есть у них будет сезон на то чтобы доказать что они достойны попадания в сборную то же самое касается шатова то же самое касается кутепова семенова я не знаю вратарей наших потому что я уверен что еще раз к нам габулов вызываться сборной не будет но я по крайней мере надеюсь на это надеюсь что он вызван потому что крючок нему делами не в крит суки просто изначально нет не крит сок был крит сок то сломался гораздо раньше он еще сломался до товарищеских игр был лунёв который прямо на тренировке вода вылета в сборную получил повреждение не смог поехать пришлось брать срочно габулово четвертом в расширенный список и в итоге из расширенного списка был извлечен почему-то белинов который провел на лучший сезон своей карьере и габулов который в этом сезоне играл только полгода до этого него вообще не было игровой практики для меня это новому непостижим ну и натурализированный гильерме он гильерме хорош я всегда был за только за за то чтобы его натурализовали во-первых локомотив приобрел хорошего игрока с русским паспортом ну и во вторых у сборной появился отличный такой стабильный вратарь как мне кажется хорошо давай поговорим о голе который забил сборной россии как тебе вот этот идеальный ложный замах от ерохина да 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 я вообще когда смотрел первый тайм я думал что вот во втором тайме если черчесов не уберет ерохина прямо сразу это будет катастрофа потому что но это напоминает истории из детства когда ты играешь футбольного менеджера у тебя игрок корявит потом не забивает явный момент привозит гол в свои ворота и ты просто с психу убираешь его с поля ну я не знаю видимо черчесов решил с более холодной головой на это все смотреть ну так или иначе убрал только на 70 минуте заменил на смону он его заменил только потому что получил красную карточку жарков нам нужен был игрок на фланг обороны и чем закончилась эта замена вы сами все прекрасно помните момент смольникова удар с линии вратарской воробьям в духе павла погребника ну что ж россия вылетела с турнира теперь давайте перейдем к матчу другому это новая зеландия португалия я на самом деле не ожидал что португальцы забьют так потому что был момент когда сборная португалии должна была оставаться играть десятеро когда по моему андре силу с поля поднимал защитник сборной новой зеландии он отмахнулся и на самом деле его с кулака так хорошенько ударил это чистейшее удаление на мой взгляд и то что игрок новозеландской сборной не стал просить видео повтор видим это такой очень джентльменский поступок потому что он видит что перед ним молодой там сколько двадцатилетний парень я не знаю сколько точно лет андре силы решил видимо не просить у судьи красной карточки ну такой момент который для меня в этой игре был знаковым а вообще по счету если говорить ну все наверное справедливо португалия в единственном матче на групповом этапе шла в атаку и забивала до этого во всех играх они в принципе старались играть вторым номером ну может быть как бы отрезками а здесь целиком они выдали матч с атакующей игрой мне честно говоря не очень нравится нынешняя сборная португалии она мне нравилась когда она проигрывала и не потому что я не люблю сборную португалии просто тогда они показывали красивый футбол вот эти времена фигу маниши это было круто а сейчас это какой-то ну бердыевский футбол я не сторонник такого на самом бердыевский футбол сборной португалии а почему бы и нет это известный тренер во мире его его четки расходятся да да просто на запредельном уровне но может быть это и футбол мауриньо квинтэссенция вот этого футбола оборонительного итальянского хотя тренер по моему их тоже португалиц не это не очень нравится на самом деле португальцы победили португальцы молодцы вышли в итоге с первого места и им попалась сборная чили будет интересно посмотреть на этот матч в казани как мне кажется ну это да ну что ж тогда с группа мы заканчиваем переходим к более такой можно сказать интересной группе потому что там все четыре команды имели возможность выйти первый матч давай обсудим германия камеру я смотрел оба этих матча ну и предыдущие матчи тоже конечно же смотрел смотрел их на двух экранах вот так вот метался между ними было достаточно тяжело но я видел как классно играют атакующие игроки немецкой сборной хотя они молоды хотя они не сыграны мне понравилось как играли ненцы мне абсолютно не понравился эпизод с удалением камерунского защитника потом игроки камерунской сборной сказали и парень ты дал красную не тому парню иди смотри еще раз и он поменял свое решение и отдал красную карточку абсолютно другому футболисту африканской сборной но я не знаю судейство даже с использованием видео повторов оставляет желать лучшего видимо значит что-то еще нужно менять ну да как вот многие журналисты говорили то что когда видео повтор только-только появился вот у нас здесь казани арене в первый первый в мире случае когда вот он использовался на официальных матчей все прошло хорошо такого высочайшего рода он использовался на юношеском чемпионате европы ну вот а все прошло более-менее нормально то есть ситуацию разрешили но потом с ним началась начала твориться какая-то непонятная движуха можно так выразиться такое ощущение знаешь вот когда я смотрю все эти повторы у меня очевидно и складывается к эта картинка например с не пенальти во втором случае когда падал жирков матче сборной россии для меня было очевидно что это не пенальти я с первого повтора это понял судья смотрел минуты три но были моменты когда мое мнение судьи абсолютно расходилось это например первый матч вернее матч в группе b австралия германия когда австралийцы забили гол и там была чистейшая игра рукой и судья на видео повторе этого не увидел почему-то и в итоге гол был защита ну я не знаю видео повтор такая штука которая должна как мне кажется развиваться и она но будет совершенствоваться со временем она ведь только начинает свою работу хорошо но так у нас осталось немного времени переходим к последнего матча группового этапа это чили австралия по моему самый такой интересный матч получился ну на мой взгляд сборной австралии нормально так покусала сборной было да было неплохо посмотреть на австралийцев я сидел за них болел потому что все мы любим интриги если играть и я сидел болел за австралию я был рад потому что мы забили голову было очевидно что они смогут сдержать атакующие порывы чилийцев что в итоге произошло и в принципе команды обе могли еще забить училить of конечно было больше шансов ну я не знаю по моему это ничья ничего не приопределил не предопределила и в итоге чилийцы прошли хоть и со второго места теперь единственное что изменило вот это ничья вместо победы чилийцев они будут играть с португальцами вместо мексиканцев и я уж не знаю что для них лучше что для них проще хорошо ну что же давай тогда быстренько дадим прогнозы и так напоминаю то что португалия чили будет играть между собой и германия мексика давай к первому матчу 28 июня казань арена португалия против чили обе сборные причем здесь уже играли доводиона не знаю обе команды здесь играли у португальцев мало фанатов было на тот на том матче училицев на своем матче было достаточно много их ну я не знаю за счет наверное поддержки своих болельщиков за счет большого желания который я все-таки вижу от игроков сборной чили я думаю они смогут сдержать и роналду и компанию я надеюсь что будет дополнительное время может быть даже серия пенальти ну не могу вот так вот сходу сказать кто все-таки пройдет дальше по коэффициентам 2-3 дают на сборную португалии и 34 на сборную чили ну это да это наверное очевидно потому что чилийцам было тяжело против хорошей обороны австралийцев например и против еще более организованных защитников португальской команды думаю будет еще сложнее но у португальцев по моему пропускает следующий матч пепе основной центральный защитник и достаточно проблематично будет эту проблему решить для тренера португальской команды я не знаю туда кто наверное ничья 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 в основном время и кто выходит по пенальти португалия хорошо а кто и составит пару германия или мексика 29 июня стадион фишт в сочи я очень надеюсь что мексика просто потому что они везут основной состав они хотят победить на этом турнире и они единственная команда на этом кубке конфедерации которая уже его выигрывала немцы но они потренировали молодежь хватит вот и все я считаю что сборная мексики но по коэффициентам 39 на сборную мексика на германии 2 я все равно за мексику тебе не просто честно по мне очень понравились мексиканские болельщики и мало того я хочу увидеть финале матч португалия мексика это будет круто если я увижу этот матч еще раз на этом же турнире будет просто интересно это посмотреть хорошо ну что ж саша свои пары выбрал это получается то что в финале у нас встречается португалия мексика и матч за третье место чили германия ну что ж большое тебе спасибо саж друзья пишите также в комментариях под этим выпуском когда мы его выложим на youtube какие пары на ваш взгляд будут после двух полуфиналов но я надеюсь то что ну с тобой многие кто согласятся потому что ну ты тоже такой нормальный футбольный эксперт до карпина конечно далеко который что-то не насчет от этих твиттеров и так далее ну такое ну такое свое такое ну что ж большое спасибо за внимание друзья это был очередной выпуск специальные недели спорта посвящена куб конферации в студии был я роман пленсков со мной александр дегтяров увидимся уже с вами 30 июня после полуфиналов будем подводить итоги данной стадии и прогнозировать финал что будет финале большое спасибо за внимание всем пока пока еще увидимся